Опасное крестьянское свое. Уже второй маслозавод в Омской области лишили права на продажу продукции. Еще в декабре сотрудники Росельхознадзора выяснили, что Азовский молочный завод скрыл, откуда получают сырье для переработки. Эта информация очень важна, так как в сливочном масле крестьянском не раз находили растительные жиры, которых там быть не должно. У предприятия отозвали право на производство и продажу масла, а директора штрафовали на 300 тысяч рублей. Это не первое нарушение на Азовском маслозаводе. Осенью прошлого года сотрудники Роспотребнадзора изъяли со складов опасные ароматизаторы и закваски. Кроме того, в январе Россельхознадзор отозвал декларацию на сливочное масло у еще одного областного предприятия – маслозавода Нижнеомский. В нашем эфире мы рассказывали о многомиллионных долгах организации перед поставщиками сырья жителями нескольких районов. Министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов отметил, что все процессы переработки на таких производствах должны быть открыты и для контролирующих органов, и для общественности. Уже в этом месяце будет организован пресс-тур на Тюкалинский маслозавод. Что касается Азова и Нижнеомки, конечно, нам бы хотелось, чтобы они покупали молоко, потому что вот нам самим было непонятно, вот у нас есть подразделение, которое занимается пищевой перерабатывающей промышленностью, мы не видим, что туда заходит молоко, то есть из чего идет там производство, нам это непонятно. Сегодня потребители думают о своем здоровье, жители Омской области хотят употреблять качественные продукты, я думаю, что мы должны им эту возможность гарантировать.